Да. Ты читал, что в стране вай-фай попался? Да нет, не читал. Не бы я прочитал. А, ну вот. А что, по телевизору не показываешь? Нет, я не видел еще ни разу. А что налоги будет? Налог с продаж, что ценят, что поднимутся? Да сейчас будет что-то вообще. Сейчас такой кризис ударит, что это просто пипец. Зачем вот это сделали? Да. Ну вот это по дамам Украины. Вот нефиг лезть туда, куда не надо. Зачем это сделали? Это знают только ограниченный круг листов. Буквально человек может 50. Ага, Украине сделали хорошо, а своим гражданам плохо. А что там хорошего сделали в Украине? Ну, Крым вот присоединили. Попросил народ Крым, присоединили. Сейчас в Крыму там и материнский капитал. За счет каких денег будет? За счет берег нашего медведения. Чтоб СНДФЛ еще до 20 процентов хотят поднять. Паспортами, пожалуйста, по полчаса. Все для народа, Крыма. А вы тут сидите без выезда. Скоро я еще границы закрою, то будем тут сидеть. Никуда не выпустят. Вайфай по предпертам. И без паспорта. Ой, и без пенсии сидите. И без сыра иностранного. Не, на Украине никого нет. Мне все равно, что там творится. И почему я должна от этого страдать? Пусть все сдохнут, твари. Ну, а почему? А я при чем? Пусть он разбирается там сами себе. Если я что, сверху не перестаню видеть, что кому-то там легче, что ли, стало видеть? Пусть, вон, им Российская Федерация убежище предлагает. Пусть все мигрируют в Россию. И вон их уже там не где-то сколько пришло. Притом до этого. Якутию отправляют. У нас места много в России. Всем хватит. Чукотка, Якутия. Да, у нас вон уже 300 тысяч человек здесь пришло. Да не, вон это слишком круто для них. Ну вот пускай едут. Заселяют в малозаселенные районы Российской Федерации. У нас вообще по заводу собирают деньги. Там их никто не дожданит, не тронет. У нас повесили объединения. Желающие помочь беженцам по просьбе администрации города Умска и Луганской, и Донецкой республики там. Куда ты там деньги, короче, приносишь? Вот. У меня упоражает. А почему только сейчас Луганск и Донецкой республики? А те остальные очень милые, что ли, с Украины, которые живут? Я вообще что-то не догоняю. Я не знаю, почему только из этих двух этих областей, как их называть. Но я не буду помогать. Итак, нам пенсии все поднимаются, налоги поднимаются. Скоро НДФЛ как 20% стоят. Я надеюсь, что это все не серьезно и такого дурдома не будет. Ну а ты знаешь, что в 70-х годах во времена Карибского кризиса могла начаться ядерная война. Просто умные люди тогда были в Америке, в Зинокопии. И в Советском Союзе. А так бы дебил какой-нибудь один там. Нажал бы на кнопку и все. Не было бы сейчас. Ничего. А ты за кого голосовал? Я не могу тебе об этом сказать. Голосовал за Прохорова, как нормальный человек. За Прохоров. А все за Путина. Все виноваты. Все виноваты. Все виноваты. Я просто голосовала против Путина. И все так. Да, вот знаешь, это просто то, что у нас творится, это уже давно-давно понятно. А вот в Чечне вот она 99% за Путина. Как это верит? Ага. И я верю. Понятно. Всегда это вообще отдельная история. Тяжелая. Да. Для России. Тяжелая. Вот только там все как раз и голосуют за Путина. Да ты понимаешь, кто бы к лапке не пришел, то ничего не изменится в России. Она всегда будет так жить. Я бы лучше всегда так жила, но с сыром. Знаешь? Я нормально жила. Вот теперь почему-то я должна страдать. Это непонятно в политике. Да. Езжай в Швейцарию, я же тебе говорю. Как же ты будешь без сыра-то жить? Почему я должна куда-то уезжать? Ну, потому что не будет, не будет потому что сыра в России. Да мне даже и сыра не будет. И рыбы не будет. Рыба в два раза подорожает. Да все подорожает. Все подорожает.